Доброе утро, уважаемые телезрители! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В прошлой передаче мы начали разговор о понятии богодухновенности Библии. Ведь когда нас, христиан, спрашивают, чем Библия отличается от всех других замечательных книг, написанных за долгие тысячелетия, мы начинаем говорить о чем-то порой не очень понятном. Мы говорим о богодухновенности Библии, имея в виду, что Библия – это та книга, которая была написана по Божьему вдохновению. Но что на самом деле означает это выражение? Откуда взялось само слово «богодухновенность»? Об этом мы говорили в прошлый раз и продолжаем говорить сегодня. Во второй половине XIX – начале XX веков споры о природе богодухновенности приняли на Западе достаточно открытый характер. С одной стороны, возникло прежде всего в протестантской среде либеральное направление, которое видело в Библии лишь документ, практически не отличающийся от любого другого исторического памятника. А в богодухновенности всего лишь некий изначальный импульс, побудивший автора взяться за работу. Господь открывает людям некоторую истину, а дальше они своими словами, как могут и умеют, в меру их духовного роста или деградации, записывают то, что им открылось. Разумеется, при таком подходе Библия, по сути, не отличается от какого-нибудь иного произведения, в котором мы видим порой отцвет, отблеск откровения, отблеск неба. И посмотрите, ведь любой поэт или художник может и часто черпает свое вдохновение свыше. И вот как реакция на эту крайность в протестантизме возникло движение, настаивавшее на понимании Библии как буквально продиктованного богом текста. И вот эта крайность получила название фундаментализма, поскольку его сторонники последовательно отстаивали самый фундамент своей веры, каким они его видели. Здесь следует отметить, что сегодня крайне либеральных, равно как и фундаменталистских взглядов, могут придерживаться не только протестанты, но и католики, и православные, и вообще любые верующие. Вот почему нередко говорят о православном или даже исламском фундаментализме. Но постепенно выработался средний, уравновешенный взгляд на вопрос о природе богодухновенности. Так у католиков Второй Ватиканский собор, который состоялся в 1965 году, утверждая безошибочность книг Писания в деле спасения, в то же время признавал человеческую ограниченность авторов библейских книг. Но еще задолго до того многие православные богословы настаивали именно на таком подходе. Библия писалась людьми, которые не были, в отличие от Бога, всеведущими. Они ничего не знали об Америке или об Австралии, о современной ядерной физике. Или о генетике, об Интернете. Они описывали свой собственный мир. Сегодня у нас гораздо больше, чем у них знаний в сфере естественных наук. Но в деле богопознания мы по-прежнему остаемся их учениками. Да и сами библейские авторы явственно выделяют в своем тексте божественное и человеческое начало. Вот как пример. В 15 главе книги пророка Иеремии мы видим пример диалога. Диалога пророка и Бога. И такой пример далеко не единственный. Или возьмем вот эти слова апостола Павла в его первом послании к Коринфянам. Первая глава с 14 по 16 стихи. Вот что пишет апостол. Совершенно очевидно, что это не глаз с неба, а личный рассказ Павла. Более того, он сначала думает, что крестил только Криспа и Гайя, а потом вспоминает, что еще крестил Стефана в дом и заканчивает признанием. Он и сам точно не помнит, может быть, там был кто-то еще. Это слова человека, чья память несовершенна, а вовсе не всеведущего Бога. Другое дело, что детали, такие детали не имеют никакого вероучительного значения. И потому нет основания говорить, что апостол Павел мог что-то напутать в самом своем богословии. Нет. Он, безусловно, передавал людям Слово Божие, но делал это не механически, не теряя при этом индивидуальности. С вопросом по богодухновенности путают вопрос об авторстве или авторитете тех или иных библейских книг. К примеру, с древних времен возникали сомнения, что послание к евреям написано самим апостолом Павлом. Его авторство отрицает и большинство современных ученых. Значит ли это, что они относятся к нему с неким недоверием, считают ли его вторичным, недостоверным? Вовсе нет. Вовсе нет. Адекватное отражение своей веры. И авторство здесь не играет принципиальной роли. В самом деле, в канон Нового Завета не были включены послания Павла к лаодикийцам, не говоря уже о Евангелиях, носивших имена апостолов Петра, Фомы и Иуды. Но было включено Евангелие от Луки, который даже не был очевидцем описываемых им событий. Да и отношение к авторству в древности было совсем иным, чем сегодня. Вот, обратите внимание, псалтирь называется Давидовой, а притчи – Соломоновыми, потому что они продолжают традицию, связанную с этими именами. Но в псалтире мы легко найдем псалмы, которые не мог написать Давид. Например, 136-й, говорящий о Вавилонском плене. А в притчах изречения других царей даже не израильтян по происхождению. Некоторые притчи Соломона вообще сохранили и записали мужи и языки царя Иудейского. Люди, жившие спустя века после Соломона. Они не обладали авторитетом великого царя. Но, может быть, они внесли что-то от себя, что-то напутали? Безусловно, нет. Если мы верим, что авторитет Писанию придает именно Церковь, в том числе и Ветхозаветная Церковь, как сообщество верных Богу сынов Израиля, то стоит говорить не о каком-то или о какой-то одной диктовке, а о действии Святого Духа на всех этапах формирования этого текста. Библию написала в конечном итоге Церковь, а не просто некоторое количество святых авторов. И, кроме того, всякий текст – не просто содержание, обернутое в какую-то подходящую форму, как подарок оборачивают в красивую бумагу, но всякий текст является единством формы и содержания. Если каким-то свойством, в частности, Богодухновенностью обладает содержание, то невозможно сказать, что это никоим образом не касается формы. Иными словами, простых решений, которые бы раскрывали механизм Богодухновенности, у нас нет, и они едва ли могут появиться в будущем. И еще один очень важный, но отдельный вопрос, который связан с понятием Богодухновенности – это вопрос о буквальной непогрешимости Писания. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok